Дорогие друзья, здравствуйте! Портал «Приадру» начинает очередной вебинар из цикла, даже не знаю, из цикла, да, очередной вебинар, посвященный разным вопросам, связанным с зарубежной недвижимостью. Но наша сегодня тема очень проста и понятна. Мы будем говорить об инвестиционной программе EB5. Об американской инвестиционной программе тут на самом деле не прибавить, не убавить. Все аспекты этой программы, которые могут вас заинтересовать в ближайшие полтора часа, а также в материале, который мы опубликуем через несколько дней после нашего вебинара. Дорогие друзья, я представляю наших экспертов сегодня. Это Варвара Латынцева, коммерческий директор компании «Second Wind». Собственно, с этой компанией мы сегодня вебинары проводим. Варвара, здравствуйте! Давайте проверять звук. Представляем Чарльза Рейтера, миграционного адвоката из США, основателя и управляющего партнера компании «M-Law Group». Добрый день, Филипп. Рад вас видеть. Никаких трудностей тут со звуком нет, значит, не будет их и дальше. И Виталий Модло, директор по работе с инвесторами регионального центра CMB. Виталий, здравствуйте! Доброе утро, Фил, и доброе утро все, которые, люди, которые нас слушают. Ну что ж, аудитория у нас будет постоянно расширяться, потому что к нам еще подключаются, но кто не спрятался, я не виноват. Начинаем сразу. Около полутора часов мы рассчитываем, займет весь наш вебинар. Запись его, безусловно, будет. Пожалуйста, чат работает. Вопросы задавайте. Постараемся на все ответить. Если на какие-то ответить не успеем, ответим в рамках материала. Варвара, давайте начнем прям с места карьер. Говорим вот о программе EB5, что это за программа, ну и несколько слов о вашей компании, как о компании, которая эксклюзивно с этой программой работает. Пожалуйста. Спасибо большое за представление. Еще раз. Меня зовут Латынцева Варвара. Я являюсь коммерческим директором компании Second Wind. Наша компания располагается в Москве. Мы специализируемся именно на программе EB5. То есть мы работаем с инвесторами, которые интересуются в участии в программе EB5 из России и стран СНГ. Так как программа EB5 достаточно сильно отличается от других инвестиционных программ по своей структуре и принципу действия, мы считаем, что наша специализация позволяет клиентам получить максимальное количество информации в доступном формате у нас. А это очень важно для того, чтобы принять осознанное решение для участия в программе EB5 и минимизировать риски, которые в этой программе присутствуют. Окей. Ну давайте тогда начнем о программе, основные ее базовые параметры, вообще что это за программа, как она работает, и тогда, соответственно, и презентацию тоже можем сразу запускать. Да, отлично. Итак, программа EB5 – это государственная программа, которая была основана в 1990 году, и ее основная идея заключается в привлечении денежных средств в экономику Соединенных Штатов и создании рабочих мест для резидентов Соединенных Штатов. На настоящий момент времени требования по программе – это сумма инвестиций в 900 тысяч долларов в проекты, которые находятся на территории с низким уровнем занятости, и миллион восемьсот для остальных проектов. И создание рабочих мест в количестве 10 работников. Требования по программе минимальны – это законность получения денежных средств и отсутствие правонарушения в инвестии у инвестора. Участвовать в программе могут инвестор-занимитель и члены его семьи. К членам семьи причисляются непосредственно супруг супруга, дети до 21 года, не состоящие в браке. Несмотря на то, что программа действует с 1990 года, особой популярностью она начала пользоваться, начиная с 2008 года. Ну, как раз, да, вот эти цифры и подтверждают. Это как раз то, что вот этот график такой с весьма характерным изгибом. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, конечно. По данной категории виз имеется квота. Квота составляет 10 тысяч виз, выдаваемых в год. Если мы смотрим на график, то можем видеть, что начиная с 2014-2015 года количество выдаваемых виз находится в пределах 10 тысяч. При этом количество заявителей в 2013-2014-2015 годы оно значительно превышало данное количество доступных виз. И поэтому для определенных национальностей сроки рассмотрения программы значительно растягиваются. Однако, несмотря на общую популярность программы, можно также сказать, что за последние 20 лет эта программа является одной из самых популярных программ получения ВНЖ через инвестиции. буквально в прошлом году к ней приблизилась программа Греции непосредственно, но тем не менее, если просуммировать, скажем так, последние десятилетия, программа ИД-5 занимает первое место в мире по количеству выдаваемых инвестиционных видов на жительство, ну, вид на жительство грин-карта, это назначено. Варвара, а вот эти цифры, которые вы называете, там, 8-9 тысяч, это число основных заявителей или это число основных заявителей вместе с членами их семей? Это количество человек, получивших визу, включая инвестора и членов семьи. Соответственно, если мы говорим про инвесторов, то можно разделить на 2,5, на 3, потому что достаточно часто заявителями по программе ИД-5 выступают семьи с детьми. Окей. Ну и то, что вы сказали относительно того, что в зависимости от страны, то есть у страны есть какие-то квоты, несколько слов давайте об этом, и особенно в приложении, ну, к России, скажем. Да, непосредственно присутствуют квоты на выдачу визы B5 всего, это 10 тысяч виз, как я уже говорила, и дополнительно квота на каждую страну, это 7% до 700 виз ежегодно можно получать гражданам определенной страны. Если мы посмотрим на количество виз выдаваемых для россиян, то еще достаточно много места для достижения той самой квоты. На самом деле, из того, что мы видим последние пару лет, количество заявителей увеличивается, потому что здесь мы видим количество выдаваемых виз. До того момента, как выдадут визу, проходит около года, полутора, соответственно, вот это нужно открутить назад. Как раз если посмотреть ту ту туристику заявителей, которую мы наблюдали в прошлом и позапрошлом году, мы уверены, что это количество выдаваемых виз для россиян будет идти вверх. Хорошо. Давайте, ну, сразу поступил вопрос, мы постараемся на них отвечать по ходу, ну, вот, например, первый вопрос, граждане всех ли стран могут участвовать? Да, программа ИП-5 доступна для граждан всех стран, то есть правила и требования, они абсолютно одинаковые для заявителей из любой страны. Окей. Но вообще вопрос эмиграции в Америку, он такой настолько широкий, настолько обширный, настолько популярный, что, наверное, несколько слов нам надо сказать и о том, как вообще можно переехать в США, какие виды иммиграционных виз существуют. Чарльз, я тогда, наверное, вам передаю слово, несколько слов о вас, о вашей компании и о американских визах, что такое ИП-5. Значит, есть и ИП-4, и ИП-2 и так далее. Ну, разумеется, да. Спасибо, Филипп. Да. То есть, вкратце, к про нас. Я представляю компанию Amlog Group, где я, собственно, основатель компании. Мы находимся в пригороде, ну, в районе Майами, в пригороде недалеко от центра Майами, где базируемся и работаем, специализируемся в основном на бизнесе иммиграции. И так сложилось, ну, исторически то, что в основном мы работаем с русскоязычными. То есть, наверное, где-то 80-85% наших клиентов – это русскоговорящие инвесторы, бизнесмены, предприниматели и так далее из России и других стран СНГ. Весь наш штат, там, все владеют как минимум двумя языками, и у нас достаточно глубокий опыт по всем видам оформления виз или грин-карт, что мы можем сейчас на следующем слайде, я думаю, обсудить более предметно. Вот здесь, на этой таблице представлены практически все основные варианты иммиграции или временной иммиграции, скажем так, или получения оформления временных виз или оформления грин-карт. Сверху представлены те неиммиграционные варианты. То есть неиммиграционные варианты – это значит, вы получаете какую-то визу на определенный срок, и по истечении этого срока вы обязаны покинуть Америку, если вы не продлеваете свой статус или не переходите на другой какой-нибудь статус. Снизу, вот четыре коробки снизу, да, они собой представляют иммиграционные варианты. То есть это варианты, по которым можно оформить грин-карту, то есть PMG. И стрелочки вертикальные там между этими линиями, они представляют, или, ну, представляют, как можно переходить с одного статуса на другой. Хотя вы не ограничены таким вертикальным движением. К сожалению, я не презентую перед зрителями, да, то есть обычно я своими там жестами, руками, да, показываю, то есть как можно переходить с одного статуса на другой. Например, здесь написано L1 в верхнем левом углу, и часто наши клиенты начинают с L1, а потом переходят на EB5. То есть они как бы по диагонали, да, переходят. То есть есть разные вариации, разные комбинации и так далее. Что еще хотел сказать? Чарльз, простите, а от чего эти варианты зависят? То есть как бы это просто личное обстоятельство каждого, или это скорее более какие-то есть какие-то общие юридические схемы? Вот почему именно так? Это, да, в первую очередь это зависит от личных обстоятельств заявителя, то есть на что он может реально претендовать, и также зависит просто от его пожеланий. То есть есть иногда клиенты, которые по разным соображениям не хотят быть резидентом, тем более налоговым резидентом в Америке, потому что есть определенные налоговые обязательства и так далее в таком случае. Поэтому они считают, что им выгоднее, допустим, оформить неиммиграционную визу, что им позволит там приезжать без препятствий, без проблем. И если они не набирают больше, чем определенное количество дней, это там есть определенные формулы. Ну, грубо говоря, в течение года, если не набирают больше, чем полгода, тогда они не становятся налоговым резидентом. Поэтому есть разные соображения, да. То есть я могу вкратце рассказать про эти категории. И, конечно, мы более предметно подробно будем раскрывать B5 дальше в этом вебинаре. То есть серая колонка слева – это варианты, которые связаны с открытием или с покупкой бизнеса в Америке. То есть у вас есть какое-нибудь дело, бизнес, компания у себя на родине, и вы открываете аффилированную компанию. То есть это не обязательно должно быть там дочернее предприятие. Это может быть просто вы, как основатель, допустим, российской компании, вы открываете на свое имя компанию в Америке, и на базе этой компании, вновь созданной, да, вы переезжаете и оформляете, в случае L1, оформляете временную визу для себя, для своей семьи и так далее. Чем это выгодно, ну, допустим, по сравнению с другими вариантами. Но опять же, люди… То есть какие преимущества у L1? Она относительно быстро оформляется от 15 дней, хотя я должен добавить, что на фоне коронавируса иммиграционная служба приостановила ускоренное рассмотрение всех петиций, поэтому, увы, пока нет возможности там ускоренно оформить визу, но я думаю, к лету это все будет восстановлено. Мы посмотрим, да. Ну, то есть есть определенные преимущества, да, то есть сумма не очень большая, сроки оформления достаточно короткие, ну, и так далее, да. Ну, есть определенные минусы, да, то есть это не грин-карта. Это вы должны открыть новый бизнес и развивать этот бизнес, и через год, когда приходится продлевать эту визу, вы должны показать, что вы раскрутили компанию, наняли примерно там 6 сотрудников и так далее. То есть достаточно… И компания уже должна что-то зарабатывать в этом случае? Или не обязательно через год? Это же довольно другое. Ну, это не так принципиально, чтобы компания приносила прибыль в течение первого года, но они очень много внимания выделяют количеству сотрудников. То есть это важнее всего. То есть количество сотрудников и их должности, да. То есть, допустим, если вы являетесь заявителем и основным директором и собственником, вы должны нанять как минимум 6 сотрудников. И при этом двое из них должны быть управляющие и так далее. То есть это не просто там 6 там форников наняли и все. То есть есть определенные критерии. Еще один минус этой категории, я бы сказал, это достаточно высокая вероятность отказов. То есть это достаточно проблематичная категория, особенно при Трампе. То есть они начали немножко менять правила и критерии в рассмотрении. То есть это все такие написанные правила. То есть закон сам по себе не менялся. Да, но какие критерии и требования не применяют. Да, это... Окей. Давайте дальше, последующие варианты, кратенько буквально. Да, да. То есть Е2, это может не актуально для россиян, поскольку Е2 оформляется... Вот сверху я смотрю голубая колонка. Е2 это инвесторская виза для тех, у кого есть паспорт с соответствующей страны, с которой заключен договор по этой визе. То есть с Украиной, с Казахстаном, с Израилем есть соответствующий договор, но, увы, с Россией пока такого нет. Дальше зеленая колонка – это варианты по трудоустройству. То есть H1B – это временная рабочая виза, выдается на три года, можно один раз продлить на три года, и всего после шестого года все, вы должны покинуть или поменять свой статус. И B2, как вы видите внизу, это вариант крин-карты по трудоустройству. То есть если есть американский работодатель, который вас приглашает на работу и готов вас спонсировать на грин-карту, вы можете таким образом получить грин-карту. И последняя колонка представляет варианты по таланту, как мы говорим. То есть O1 – это временная виза для талантливых людей, нужен работодатель, работодатель вас приглашает, это часто музыканты, тренеры, спортсмены и так далее, и они получают временную визу. А EB1A – это вариант крин-карты для талантливых людей, для людей с выдающимися способностями. Опять, это тоже актеры, певцы и так далее, талантливые люди получают крин-карту. Окей, Чарльз, ну и буквально давайте 30 секунд, чтобы просто было понятно для тех, кто, может быть, с таким вопросом еще глубоко не погружался. Вот есть виза и есть грин-карта. В чем их принципиальная разница? Грин-карта – это ПМЖ, это возможность здесь без срока находиться в Америке, быть резидентом. И, в принципе, у вас практически все права, что у гражданина, кроме права голоса, скажем так. Виза – это просто временный статус, срок, которого определяется категория визы. То есть L1 выдается на год, потом по два года, H1B выдается на три года. То есть зачастую у вас будут те же права, что у владельца грин-карты. Просто срок ограничен в зависимости от категории. И EB-5 – это у нас виза или грин-карта? Ну, EB-5 фактически это виза, но это виза, но все эти варианты, которые я перечислял, EB-1C, EB-5, EB-2, в принципе, они визы, но они дают как бы право оформить грин-карту. То есть EB-5, в принципе, это грин-карта. О чем мы дальше будем тогда разговаривать. Хорошо. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу. Ну, а зачем вообще ее получать? Виталий, я, наверное, вам тогда слово передам. Какие есть возможности, ну, условно говоря, преимущества и обязанности вот у обладателя грин-карта? Спасибо, Фил. Здравствуйте, меня зовут Виталий Модло. Я представляю компанию региональные центры CMB. Нахожусь в США. Наша компания находится в городе Rock Island, Иллиной. И я хотел бы вот внести вот ясность, последнее вот обсуждение того, что такое грин-карта, что такое виза. Ну, я для себя это определяю так, что грин-карта – это виза, это постоянная виза. Она отличается от L1 или H1B тем, что L1 и H1B – это не иммиграционные временные визы. Грин-карту вы один раз получили, и она у вас на всю жизнь. В EB-5 есть двухлетний условный период, так что называется условная грин-карта, потому что вам нужно доказать два условия, что вы вступили в рисковую недвижимость, инвестировали в рисковый проект и создали 10 рабовых мест. Но получив грин-карту, вы можете прожить с этой грин-картой всю жизнь. Если у вас есть намерение получать гражданство США через 5 лет, вы можете это сделать. Значит, чем люди интересуются грин-картой? Грин-карта – это большая, широкая дверь в большие и неограниченные практически возможности, которые предоставляет такая страна, как США. То есть США исторически была страной возможностей, Land of Opportunities. Она такой страной и остается. Люди сюда приезжают, они меняют свою жизнь, свою карьеру, устраивают детей в колледжи и, в общем-то, ведут достойную жизнь. Здесь многие проблемы, которые существуют еще в странах бывшего Советского Союза, такие как добывание огня и воды. И воды из огня, да. Да, да. В общем-то, здесь практически уже решены. И что такое грин-карта и какие она дает возможности? То есть грин-карта дает вам возможность проживать в США в любом месте. И вы можете работать, вы можете открывать свой бизнес. Если у вас есть дети, как я уже упомянул, если вы, допустим, живете в Калифорнии, вы являетесь резидентом штата Калифорнии, и для ваших детей обучение в колледже или университете будет идти по оплате, соответственно, намного ниже, чем если бы вы были бы международным international student. Если можно, чуть подробнее. Вот если я правильно понимаю, у вас даже про это показано. Это вот как раз про это вы рассказываете, да? Вот эта картинка как раз говорит о доступности образования. Да, я думаю, что здесь это, поскольку это слайд Чарльза, я думаю, что Чарльз разовьет эту тему. Но я просто даю в общем ситуацию и преимущество, которое дает гринкарта. В общем, как Чарльз сказал, гринкарта – это практически гражданство США с двумя исключениями. Вы, первое, вы не можете голосовать на выборах, и второе, вы не можете работать на правительственную организацию. Все остальное – покупка дома, машины, открытие бизнеса – все одно и то же. Единственное, что, и это очень важный аспект, с гринкартой вы должны проживать на территории США большую часть своего времени, потому что, получив гринкарту, вы тем самым как бы подтверждаете, что вы избрали США как страну постоянного проживания. Поэтому, если у вас есть желание получить гринкарту, но в одно и то же самое время вы хотите оставаться в стране своего пребывания, допустим, вот в России, большее количество времени, то это может войти в определенный конфликт. Поэтому, если у вас есть, допустим, желание получить гринкарту, но вы хотите там два-три года прожить в России с гринкартой, нужно посоветоваться с иммиграционным адвокатом, чтобы найти способ, чтобы по возвращению из России в США с гринкартой вашу гринкарту не аннулировали. Окей. Ну, смотрите, коллеги, у нас приступили первые вопросы. Давайте я их просто зачитаю, а, Варвара, вы скажете сейчас, ответите, выйдет чуть-чуть попозже. Вот вопрос от нашей зрительницы. Если сыну сейчас 20 лет, а в декабре исполнится 21, сможет ли он квалифицироваться по программе как член семьи? Кто, коллеги, ответит? Можно я отвечу? Да, хорошо. Да, если можно, я думаю, что Чарльз, как иммиграционный адвокат, ему лучше отвечать на этот вопрос. Это, кстати, очень классный вопрос, и спасибо за вопрос. Ну да, часто задают этот вопрос, да. То есть, ну, главное, чтобы петиция была подана до исполнения 21, поэтому у нас даже были случаи, когда мы буквально за 2-3 дня до исполнения 21 подавали петицию, и все нормально. То есть, это главный момент. Окей, значит, произвучало слово петиция, мы через несколько минут к этому вопросу вернемся, и как раз, собственно, объясним, о какой петиции, собственно, идет речь. Ну, вопрос, как получить грин-карту, ну, по ходу дела, я думаю, мы тоже его коснемся. Да, коллеги? Давайте тогда просто чуть-чуть продолжим наш разговор. Вот слайд, Чарльз, ваш, да, показывающий доступность образования, возможности расширенные. Ну да, да, я могу это прокомментировать, я думаю, Варя тоже хотела сказать пару слов об этом слайде. Да, то есть, здесь просто представлены расходы, да, по высшему образованию в Америке для резидентов и нерезидентов в ведущих вузах государственных в Калифорнии, то есть UCLA, и во Флориде, University of Florida. То есть, это стоимость образования, то есть без проживания, просто стоимость обучения на протяжении четырех лет. Первая колонка – это стоимость для резидентов, серая колонка – это для… сколько это стоит для нерезидентов, и третья колонка представляет собой экономию, да, то есть сколько можно сэкономить, да, тем более… То есть, получается около 100 тысяч долларов с одного ребенка, если у вас там двое детей или больше, получается достаточно большая экономия. Варя. Иными словами, вот просто, Варвара, то есть вот EB5 – это вот у меня левая колонка будет. Что на синяя? Левая, да, резиденты непосредственно. Единственное, что здесь такой тонкий момент, что эту сниженную стоимость для резидентов, она не везде одинаковая, она зависит от университетов и предоставляет именно государственные университеты, а частные университеты чаще всего ставят одну стоимость для образования. Окей, но все равно, то есть для государственных университетов цифра получается весьма и весьма существенная. Варвара, ну и тогда следующий момент, вот то, о чем мы хотели с вами еще сказать. Если есть права, есть и обязанности, да, вот то, что Виталий частично начал уже говорить по поводу налогов. Несколько слов, пожалуйста, об этом. Да, непосредственно, помимо преимуществ, наличия грин-карты, есть обязательства, и, наверное, основные из них – это непосредственно обязательства по пребыванию в Соединенных Штатах и налогообложение. То есть с момента получения грин-карты вы автоматически становитесь налоговым резидентом и обязаны отчитываться за свои доходы, полученные по всему миру. Поэтому для тех, кто планирует участие в программе EB-5 либо рассматривает другие способы получения грин-карты, очень настоятельно рекомендуется узнать о том, какие налоговые последствия будут ожидать с момента получения грин-карты и непосредственно пребывания в Соединенных Штатах. Предполагается, что после получения грин-карты, как уже Виталий говорил, вы переезжаете в Соединенных Штатах и проживаете в США основную часть года. Ну что ж, заканчивает первую часть нашего вебинара. Просто еще разочек вернемся вот к слайду, который показывает основные базовые параметры. Основание этой программы EB-5, основанием для участия в этой программе есть инвестирование в новое коммерческое предприятие на территории США и создание новых рабочих мест. Вот давайте теперь что-то еще здесь добавим, или давайте тогда уже дальше пойдем. Я думаю, дальше. Давайте дальше. Тогда классический вопрос. Если есть программа, то у нее есть некая схема. И вот как раз давайте тогда об этой схеме. С чего начинать? Как действовать? И о какой петиции вообще Чарльз нам говорил? Отлично. На данном слайде изображен процесс участия в программе EB-5. Он идет некими ступенями. Я сейчас коротко пройдусь по всему процессу, а потом более внимательно сосредоточимся на первой части процесса. Итак, первоначально инвестору необходимо определить с адвокатом, с проектом, в который инвестор инвестирует денежные средства, проинвестировать денежные средства, подготовить документы и подать заявление на участие в программе EB-5. Заявление на участие в программе EB-5 называется петицией 526-й. Она состоит из документов инвестора и документов по проекту, в который вы инвестируете. Про проект мы поговорим чуть позже непосредственно. И рассматривается первая петиция 526-я от полутора до трех лет в среднем. Во время рассмотрения данной петиции инвестор может приезжать в Соединенных Штатах только на основании других полученных ранее виз и согласно их требованиям. То есть если у него есть туристическая виза, он может ездить и также там до 180 дней пребывать в Соединенных Штатах. Никаких дополнительных преференций инвестор на время рассмотрения документов не получает. После того, как 526-ю петицию одобрили, инвестор получает визу в консульстве США в своей стране непосредственно. Это тоже может занять от трех до девяти месяцев. К этому нужно готовиться. И непосредственно после получения визы в консульстве США инвестор и вся его семья могут переезжать в Соединенные Штаты. После переезда вся семья получает грин-карты приблизительно в течение двух месяцев. Первые грин-карты называются условными грин-картами. И их отличие от постоянной грин-карты, собственно говоря, заключается именно только в ограниченности срока действия и в том, что возникнет необходимость по истечении срока действия продлить данный документ, снять условность. В начале процесса, вот когда мы подаем 526-ю петицию, мы говорим о том, что мы проинвестировали в проект, который в будущем создаст 10 рабочих мест согласно требованиям программы. По истечению двух лет действия условной грин-карты необходимо подать следующее заявление, которое называется 829-я петиция, в которой мы уже говорим о том, что наши деньги находятся в проекте и 10 рабочих мест согласно требованиям программы наш проект создал. Еще раз, вот, простите, вот вторая петиция, это 829-я, ее получают люди уже с условной грин-картой. Вторая петиция – это второе заявление, которое мы подаем, когда условная грин-карта подходит к окончанию срока своего дня. Понятно. То есть сначала условная грин-карта, потом вторая петиция. Абсолютно верно, да. Данную петицию тоже рассматривают достаточно продолжительный срок времени 2,5-3 года, но на протяжении этого времени вы также можете проживать в Соединенных Штатах, обладая всеми правами держателя грин-карты. По истечении рассмотрения петиции 829-й, вы, ваша семья, получаете постоянную грин-карту, которая не ограничена в сроке действия в общем и уже не привязана к проекту. Но срок действия самого документа 10 лет, и потом необходимо продлять его по окончанию срока действия. С момента переезда в Соединенные Штаты, здесь на слайде этот момент у нас показан переходом из серого в белое, начинается автоматически время, когда вы становитесь налоговым резидентом и обязаны проживать в США больше, чем полгода ежегодно. И также с этого момента, начиная, отчитывается 5 лет до возможности получения гражданства. То есть после того, как вы переехали в Соединенные Штаты. Если вы прожили в США ежегодно более чем полгода на протяжении 5 лет, проживаете, то вы можете подавать документы на гражданство. Это возможность, но вы не обязаны этого делать непосредственно. Окей, а вот в чем принципиальная разница для человека в статусе подавать-не подавать? Подав и получив гражданство, все-таки принципиально, что он получит по-другому? У него же, по сути, те же права и обязанности останутся, или это не совсем так? Наверное, основное отличие будет в том времени, которое вам необходимо пребывать на территории Соединенных Штатов, ну и право голоса непосредственно. При наличии паспорта вы можете уже уехать из Соединенных Штатов непосредственно и жить в другой стране. Но при этом налоги вам хотите в любом случае придется. Окей. Вопрос, на который невозможно не ответить. Можно ли получить контакты участников вебинара? Сейчас мы в чате их опубликуем. Простите, что не сделали этого раньше. Вопрос от Александра. Пять лет с момента выдачи условной грин-карты. Пять лет с момента выдачи условной грин-карты или вычитаются дни отъезда? Не очень понял вопрос. Пять лет с момента выдачи условной грин-карты. С момента выдачи условной грин-карты. Ну и давайте еще раз такой еще вопрос. Может ли участие в инвест-проекте строительства недвижимости рассматриваться по программе EB-5, при этом не создавая компанию в США и не нанимая 10 человек на работу? Такое точно нельзя. Таким способом нельзя получить грин-карту по программе EB-5. Чуть подробнее про проекты и варианты мы расскажем позже. Сейчас, наверное, хотелось бы перейти чуть более подробно к первой петиции 526 и рассказать непосредственно, что входит в ее. Чарльз, ну тогда слово вам, наверное, тут ваш монолог. Понятное дело, что вопрос сбора документов и их проверки по всем иммиграционным программам – это самая такая заковыристая штука. Пожалуйста, вам слово, рассказывайте. Спасибо, Филипп. Ну да, как Варя рассказывала, процесс состоит в принципе из двух этапов. Сначала идет подготовка подачи документов по 526, а дальше идет вторая петиция по оформлению постоянной грин-карты. Какие основные требования? То есть, во-первых, клиент должен проинвестировать минимальную сумму. То есть эта минимальная сумма сейчас установлена 900 тысяч. Также есть сумма 1 800 000. Может, я не буду вдаваться в подробности, но я видел один вопрос, Филипп, в ленте. То есть человек спрашивал, как определяется TEA и так далее. Я не знаю, если, наверное, Виталий об этом расскажет. Но давайте я вкратце просто скажу, что если проект находится в зоне повышенной беззаработки или в сельской местности, тогда достаточно 900 тысяч для инвестирования. Если проект не в такой зоне, тогда приходится вкладывать 1 800 000. Поэтому, как правило, клиенты предпочитают или выбирают проекты, которые проходят по меньшей сумме. Даже если это собственный бизнес или это через оригинальный центр. Виталий, я думаю, более подробно об этом расскажет потом. Поэтому будем отталкиваться от суммы 900 тысяч. Помимо этого, помимо вложения минимальной суммы, человек должен предоставить бизнес-план, как здесь третий пункт указан, на бизнес-план, где описывается создание 10 новых рабочих мест и так далее в течение 30 месяцев. Опять же, Виталий более подробно расскажет, как оригинальные центры работают с клиентами по этому критерию. То есть, есть два способа, я по секрету поделюсь с вами чуть раньше, может, что есть два способа участия в программе EB5. Через собственный бизнес или через оригинальный центр. Подавляющее большинство выбирают второй вариант. То есть, они вкладывают в проекты оригинальных центров. Поэтому вы, как инвестор, не берете на себя ответственность за создание этих рабочих мест, за написание бизнес-плана и так далее. Более важным моментом, наверное, для этой части разговора является доказательство законного источника средств. Здесь представлены основные, ну, часто встречаемые примеры источников, которые мы используем для своих клиентов. То есть, мы должны доказать, откуда взялось или накопилась эта сумма у клиента. Да, чаще всего, из моего опыта, это, скорее всего, это будет выплата дивидендов от собственной компании. Иногда применяется зарплата. Но, как мы все знаем, да, в России принято занижать официальную зарплату. Поэтому по этой категории немножко сложнее собрать нужную сумму. Доход от деятельности ИП, может даже просто доход от продажи недвижимости. То есть, все эти варианты возможны. Можно использовать только один источник, можно комбинировать и несколько источников использовать, чтобы набрать необходимую сумму. Но по каждому из этих пунктов, по каждому, мы должны все-таки доказать легальное происхождение, независимо от источника. Поэтому, например, здесь дарение, допустим, приводится как пример. Допустим, ваши родители вам подарили эти деньги. Или так часто делают наши клиенты, дарят своим детям эти деньги. То есть, в принципе, клиентом является ребенок. Родители не хотят, не собираются эмигрировать, но они подарили ребенку 900 тысяч. В таком случае мы должны доказать, откуда у родителей появились эти средства. И должен добавить, что вот это изучение или предоставление доказательства времени не ограничено. То есть, если клиент заработал эти деньги на протяжении 10 лет, то есть, мы должны весь этот срок показать и прорабатывать, и показать, начиная от 10-летней давности, каким образом деньги были заработаны. Окей. Здесь представлены какие-то примерные документы. Это весьма индивидуальный вопрос. То есть, мы с каждым клиентом обсуждаем их ситуацию, перебираем возможные источники и выбираем тех, которые, ну, легче всего будет доказать происхождение денег. Есть какие-то стандартные документы, которые везде и всегда нужны. Это, по-моему, здесь написано. Да, то есть, допустим, налоговые декларации за 5 лет, все выписки с банковского счета. Ну, здесь, в частности, представлен пример в случае использования дивидендов. То есть, если клиент использует дивиденды, вот примерно мы должны все регистрационные документы компании показать. Мы должны доказать деятельность компании, то есть, чем она занималась и занималась ли она чем-нибудь вообще. То есть, они хотят подтвердить, что это реально действующая компания. А все платежные поручения по выплате дивидендов, налоговые декларации, отчетности и так далее. Поэтому, еще раз повторяюсь, что это зависит от каждого человека. Иногда у клиентов есть бизнес, но в силу, правда, причин, они не могут предоставить какие-то документы. Поэтому мы с ними работаем, чтобы найти какие-нибудь замены, другие документы, которые могут доказать чистоту этих средств. Дальше... Да, Филипп. Да, просто продолжайте. Я прервать даже не буду, потому что здесь, в общем, ваш монолог совершенно не будет. Дальше, помимо доказательства происхождения денег, мы должны показать путь или выстроить весь путь средств. То есть, недостаточно просто сказать, что, ну, к примеру, да, 10 лет назад я продал квартиру, продал квартиру 10 лет назад за миллион долларов. Вот, возьмите 900 тысяч у меня, и я вкладываю, захожу в проект. Мы должны показать, и в последнее время иммиграционные службы очень усиленно придираются к этим моментам, да, то есть они придираются к пути денег, то есть к доказательству, как сказать, движения средств. То есть, допустим, вы продали квартиру за миллион долларов, внесли эти деньги на какой-то счет в Альфа-банке, а мы дальше должны показать, куда шли или уходили вот эти деньги. И очень редко бывает, что деньги просто тупо лежат на счету, там, длительное время, то есть в силу там безопасности и разных соображений, да, то есть клиенты, как правило, не оставляют деньги на счету. Может, они снимают, кладут в ячейку, может, перевкладывают в другие инструменты и так далее. И поэтому мы должны восстановить все эти цепочки и пути денег. То есть вы внесли на счет Альфа-банк, а что дальше, да, вы делаете с этими деньгами, да? Может, вы кому-то дали в долг, может, вы перевложили деньги. Чарльз, простите, хотел бы уточнить у вас, а вот по всей этой системе у вас, у заявителя есть шанс на вторую попытку или вот ты один раз должен отдать документы и все, либо получилось, либо нет? Или тебе могут сказать, что, ребята, вот тут у нас есть какие-то сомнения, есть ли тут возможность для некой дискуссии для повторных доказательств? Или это, в общем, один раз только сделано и все? Очень хороший вопрос, Филипп. Да, нет, не бывает отказа без, скажем так, второго шанса. То есть всегда дают шанс предоставить дополнительную информацию, там, разъяснения какие-то, какие-нибудь дополнительные доказательства. То есть всегда, если даже у нас был один клиент, ему давали даже два шанса. Но нюанс в том, что вы не можете предоставлять информацию или документы, которые противоречить первоначально предоставленным документам. То есть, допустим, сказали, ну, я получил деньги на счет Альфа-банк, а потом перевел в проект. А если оказывается, вы не можете это доказать, то есть по выпискам таких платежей не было, а потом вы говорите, а на самом деле я их внес в Сбербанк, а потом, то есть это просто, это все. То есть раз мы сказали первоначально, что деньги поступили на счет Альфа-банк, тогда мы уже, мы должны придерживаться этой версии, скажем так, до конца. Но если нужны какие-то разъяснения, какие-то уточняющие документы и так далее, которые подтверждают ту версию, которую мы предоставили первоначально, то да, конечно, да, это предоставляется. Ну, то есть уточнение первоначальной информации возможно, а ее кардинальное, да и не кардинальное, просто изменение, оно недопустимо. То есть это разъяснение. Вопрос, Чарльз, сразу вам может ли налоговая декларация, в которой отражены активы, легализованные в рамках налоговой амнистии, считаться доказательством? Интересный вопрос. В рамках амнистии считаться доказательством? Ну, я, я... Интересный вопрос. Мы поставили в американскую сторону, вау. Да, такого случая у нас не было. Но опять, если это все в рамках закона, я считаю, да, должно быть нормально. То есть я... Вот согласно вашим правилам по амнистии, да, то есть человек платит какие-то налоги в конце, да, или нет, или просто... То есть Варя говорит, нет, да. Да. То есть я... Хороший вопрос, честно, я не могу сказать однозначно. Если это актуальный вопрос для клиента, да, потом мы можем списаться и обсудить более предметно. Я считаю, скорее всего, это возможно, но это надо уточнить. Рекомендуем просто действительно Варваре или Чарльзу просто написать. Я думаю, что это вопрос, который действительно требует, раз уж он такой... Всегда приятно говорить, есть такие специфические вопросы, на которые сходу ответить нельзя. Значит, наш вебинар проходит не зря. Да, задать все меня. Окей, Чарльз. Ну, в двух словах тогда-то более-менее понятно. Скажите, ну, опять же, на вашей практике, как часто происходят ситуации, когда человек желание показывает претендовать на подобного рода визу, а подтвердить не может? То есть насколько это вообще типичная история? То есть мы этим занимаемся около 10 лет. За все это время у нас было, наверное, может, всего лишь, может, два клиента, до которых мы просто не могли доказать или предоставить нужную информацию или документы, и мы были вынуждены им сказать, что коллеги были, дорогие клиенты, мы просто не можем вас дальше вести. То есть мы готовы с ними работать, но мы достаточно открыто работаем с клиентами. Если мы видим, что есть какие-то непреодолимые барьеры и так далее, мы просто говорим, это очень рискованная вероятность высока, что вы получите отказ, и поэтому мы не видим смысла. Поэтому если только два случая из более ста клиентов у нас на это время, достаточно низкий процент, я бы сказал. Плюс преимущество программы EB-5 заключается в том, что правила достаточно относительно четко прописаны в законе, в отличие от других категорий. То есть помните, я приводил, как пример, L1. Там это все очень плавает, все плавают, это размыто и так далее. А по EB-5 достаточно четко. Правда, они ожесточают, да, как они рассматривают, как рассматривают петиции в последнее время. Но все равно достаточно четко поставленные правила игры. Окей, Барвара, давайте тогда дальше поговорим вот о чем. Поговорим о размерах вложений. А, собственно, какие траты предстоят, потому что сумма в 900 тысячах минимальная, в общем, более-менее понятна. А дальше то, что кроме нее. Да, спасибо за вступление непосредственно к слайду про суммы вложений. Когда мы говорим про инвестирование по программе EB-5, чаще всего мы подразумеваем инвестирование именно через региональный центр. На следующем слайде чуть подробнее об этом расскажу. Тем не менее, если вы участвуете в программе EB-5 через региональный центр, ваши вложения будут выглядеть приблизительно следующим образом. Основная сумма инвестиций. Региональные центры чаще всего подбирают проекты, которые сразу удовлетворяют требованиям по принадлежности регионе с целевой области заменки и предлагают проекты суммы инвестирования в 950 долларов. Это у нас основной платеж, и он возвратный. То есть он возвращается в зависимости от того проекта, в который вы инвестируете, через 5-7 лет. Дополнительно существует административный сбор регионального центра. Он может отличаться от регионального центра, но чаще всего это около 70 тысяч долларов. Дополнительный платеж, который инвесторы должны иметь в виду, это оплата услуг инвестиционного адвоката. Сумма может немножко отличаться, то есть быть там где-то от 25 до 50 тысяч долларов. Когда вы общаетесь с адвокатом и обсуждаете условия работы, необходимо полностью проговаривать весь процесс и понимать, какие платежи на каких этапах вам нужно будет совершить. Ну и плюс государственные пошлины, которые составляют около 10 тысяч долларов. То есть коротко суммирует 900 тысяч возвратный платеж и около 110-120 тысяч долларов. Это будут невозвратные платежи и практически все эти деньги слабятся в начале проекта. Скажите, пожалуйста, ну вот хорошо, 900 тысяч возвратный платеж, но вот вообще если мы говорим об этих суммах, возможно ли ситуация теоретически, когда человек основные сумму какие-то внес, а после этого что-то пошло не так, и он эти деньги по сути потерял? Или, ну в общем, такая эта схема нереальная? То есть, вернее так, не потерял, в том смысле, а вот сумму внес, а вот визу и B5 не получил. Ну, про это мы чуть подробнее проговорим дальше, непосредственно, что может случиться в той ситуации, когда, например, с проектом что-то пошло не так, но, тем не менее, региональные центры чаще всего, ну, чаще всего, просто всегда возвращают основную сумму инвестиций, а вот сумма административного сбора вернется или нет в случае, например, отказа в сети, зависит уже от самого регионального центра и определенного проекта. Окей, про это тогда сказали, но вот несколько слов давайте про инвестиции и еще на пару вопросов ответим, которые у нас есть. Да, отлично. Теперь мы прибираемся чуть ближе к тем самым проектам, региональным центрам, про которые мы уже говорили. Итак, по программе B5 инвестирование возможно в двух вариантах. Первый вариант, когда вы открываете свой собственный бизнес, инвестируете в свой собственный бизнес, денежные средства, создаете за счет этого бизнеса 10 рабочих мест и за счет этого оформляете себе документы по программе B5. Идут важным помнить о том, что сумма инвестирования различается от того, где находится ваш проект. Например, если вы открываете проект в Нью-Йорке, то, ну, Манха, это не сумма инвестиций, которая будет требоваться в этой ситуации, будет составлять миллион 800 непосредственно, а не 900. При этом услуги адвоката на подсказку документов будут, ну, раза в полтора, два, три больше, чем при участии в программе B5 инвестиций, в региональный центр. Потому что необходимую проекцию, документацию нужно будет подготовить вместе с адвокатом, чтобы она соответствовала тем, для миграционной службы. И второй вариант участия, это вариант участия через региональные центры. Региональные центры – это коммерческие организации, которые работают на территории Соединенных Штатов и получают лицензию от правительства штата на осуществление своей деятельности. Основные преимущества инвестирования через региональные центры, они заключаются в том, что у инвесторов есть возможность инвестировать в более крупные проекты. Также региональные центры берут у себя всю документационную работу по сопровождению процесса B5. То есть они занимаются открытием нового юридического лица. Они смотрят, чтобы проект, который инвестируется в денежные средства, соответствует требованиям инвестиционной службы. Составляют подробный бизнес-план. И потом далее после инвестиции уже смотрят за тем, чтобы застройщик, который реализует проект, выполнял все свои обязательства. Также это возможность учета косвенных рабочих мест. Про это, я думаю, нам расскажет Виталий чуть подробнее на слайдах по проекту. И на данном слайде у нас показано график выдаваемых лиц по программе B5 через различные варианты участия. То есть синенькая линия – это у нас региональные центры по сниженной стоимости участия в программе B5. до ноября прошлого года это было 500 тысяч долларов, поэтому у нас в России выдаваемые полмиллиона долларов. И вот еле видны внизу линии, это линии количества выдаваемых лиц по проектам, которые инвестировались с повышенной суммой инвестиций, миллион, через региональные центры или через собственные бизнесы. Ну, то есть в реальности можно сказать, что региональные центры, ну, конечно, есть альтернативные способы, но по большому счету они исчезающе малы, если уж мы так говорим всерьез. Да, то есть основная часть инвестиций идет именно через региональные центры. Если можно, я бы хотел просто в двух словах объяснить, что через региональные центры это так называемая пассивная инвестиция. Вот вы принесли деньги в банк, вы их положили под определенные проценты, и вы не участвуете в инвестировании, в менеджировании своей инвестиции изо дня в день. Извините за... Окей. Порвался. Вполне умеетно, тем более, что вы немножко заскучали, но мы сейчас к вам вернемся обязательно. Варвара, давайте в двух словах все-таки, ну вот региональный центр это для нас такая организация немножко абстрактная, тем более, ну, непривычная, да, так как это все-таки американское, наверное, изобретение. В двух словах, если мы говорим там вот хорошие, плохие, большие, маленькие, надежные, ненадежные, несколько слов об этом. Да, конечно. Про количество региональных центров надежные и ненадежные мы поговорим на следующих слайдах. Сейчас я бы хотела коротко сказать о том, что когда вы инвестируете через региональные центры, то доходность обычно достаточно низкая, от 0,25 до 2% годовых. Если предлагают более высокую доходность, нужно очень-очень внимательно относиться и просматривать те риски, которые могут возникнуть в проекте. Выход инвестиций происходит через 5-7 лет с момента инвестирования и зависит от определенного проекта, который вы выбираете. Виталий сегодня нам на примере расскажет о том, как этот проект может выглядеть и расскажет о фактических условиях подписки в их проект. Здесь мы можем видеть график роста количества региональных центров за последние 10 лет. И очевидно, что начиная с 2013-2014 года количество региональных центров увеличивалось очень быстро. Однако наличие лицензии, оно не подразумевает уже, скажем так, понимание структуры работы программы ИП-5, поэтому здесь вот на треугольнике мы постарались изобразить вот приблизительно, как будет выглядеть количество региональных центров, которые просто имеют лицензию, которые прошли с инвесторами хотя бы до одобрения первой петиции получения инвесторами условной грин-карты. Далее количество региональных центров, которые вместе с инвесторами получили уже постоянные грин-карты и вернули денежные средства своим инвесторам. То есть мы видим, что вот этот маленький красный треугольничек, он достаточно небольшой. Действительно, тех региональных центров, которые прошли многократно процесс инвестирования со своими клиентами с самого начала до окончания процесса, их достаточно мало. И вот мы очень рады, что как раз наш партнер, региональный центр Синьи и Италии, который его представляет, они являются региональным центром, который, наверное, прям на вершинке данного треугольничка бы находился, если бы мы его туда добавили. Окей. Ну, тогда, наверное, Виталий, все, тогда же, наверное, вам слово. Рассказывайте. Ну, опять, если даже что-то повторить, я думаю, большой беды не будет. Все-таки о региональных центрах, обы специфике, ну, на примере, например, вашей компании. То есть что это такое? Вот как вы работаете, какие-то возможности и риски существуют? Да, спасибо. Спасибо. Да, как цой пел, застоялся мой поезд в депо. Пора. Вот. Да, я, кстати, видел пару хороших вопросов. Александр задал вопрос про TEA, Target Employment Area, то, что называется зона повышенной безработицы. Я на него отвечу. И Марина задала вопрос про пример инвестиций и процент доходности для инвестирования. Но это тоже хороший вопрос. И я как раз раскрою тот проект, который сейчас мы набираем. Вот, если можно, я несколько слов скажу про нашу компанию. Компания региональные центры CMB одна из самых старых компаний в сфере EB5. Была одна основана Патриком Хоганом в 97 году. На данный момент у нас уже порядка 70 с лишком проектов, многие из которых были уже выплачены. Ну, вот, наш коллектив и наше руководство сверху. В общем-то, мы команда международная. У нас в наших рядах есть иммигранты, такие, как я, допустим. Мы говорим на многих языках, по-моему, 14. самых основных языков, на которых говорят инвесторы в самых больших рынках мира EB5. И, если можно, я тогда сразу перейду, немножко, да, расскажу про наш послужной список, то, что называется Track Record. То, что Варя говорила, что мы находимся на вершине EB5, это действительно так. Значит, когда вы выбираете, куда инвестировать и какой региональный центр выбирать, конечно же, нужно задавать вопросы, сколько у вас одобрений первой петиции, сколько у вас одобрений второй петиции, были ли отказы у вас по первой и второй петиции из-за проектов, сколько у вас всего проектов было, сколько проектов получили свои деньги обратно, Какие проекты были неудачные? То есть все эти вопросы любой региональный центр должен дать на них ответы. У нас, как я сказал, больше 70 проектов, в которых находится 5700 инвесторов EP5 из 102 стран. Больше 4800 одобрений петиции 526. Это первая петиция, которая дает вам условную грин-карту. Больше 1200, сейчас уже больше 1300 одобрений 829 петиции. Это вторая петиция, когда вы снимаете условность со своей грин-карты. И больше 1300 инвесторов с возвратом капитала в полном объеме. Это больше 20 партнерств. В общей сложности в 70 с плюсом проектах EP5 CMB привлекло инвестиции EP5 на сумму более 3 миллиардов долларов США. То есть эти 3 миллиарда долларов США – это части по 500 тысяч долларов. Почему 500? Потому что сейчас уже увеличилась сумма EP5, стала 900 тысяч. Если кто-то в теме EP5 изучает ее с прошлого года, то вы помните, что 21 ноября прошлого года была увеличена минимальная стоимость EP5 с 500 до 900. Маленькое уточнение, не могу не спросить. Может быть, у нас публика стесняется, а я не постесняюсь спросить. Вот когда вы говорите 4800 одобрений первой петиции, а второй только 1200. А что стало с теми 3600? Кто те 300? Они находятся в процессе. В процессе. Вот Варя рассказывала про таймлайн, про графики EP5. Вы представьте, что когда вы получаете одобрение первой петиции, 526, значит, сколько времени должно пройти до того момента, когда вы получите 829 петицию. Значит, когда вы получаете 526 одобрение, значит, идет полгода или год консульский этап. Это раз. То есть потом вы приезжаете в США, вам дают визу иммигранта, вы по визе иммигранта приезжаете в США, и начинается ваш двухлетний срок пребывания в США по условной грин-карте. То есть это 2,5-3 года. Потом вы подаете 829 петицию, и срок рассмотрения этой 829 петиции составляет от 2 до 3 лет. То есть мы говорим от 4,5 до 6 лет, вот этот вот период времени, когда вы между одобрением 526 петиции и 829 петиции. Понятно. Но, Фил, пожалуйста, классные вопросы задавайте. Хорошо, хорошо. Давайте посмотрим дальше, потому что вы, на самом деле, я вас прервал вот на чем. Вы рассказывали, ну, вот про свою компанию. Я позволю себе чуть дальше показать, потому что для меня, когда я впервые услышал, ну, хорошо, компаний действительно очень много, меня всегда волнует вопрос, а вот где вы берете проекты и вообще откуда вы их берете? Тут какой, наверное, вот этот слайд уместен, про аудиты или про структуру партнерств? Про то, как мы берем проекты, там дальше есть слайд, я перечислил основные критерии. Вот, как вы хотите, я могу про критерии отбора проектов, а могу вот по слайдам чуть-чуть пройтись. Давайте по слайдам, а потом тогда про критерии отбора, потому что это, мне кажется, важно очень. Да, хорошо. Значит, мы сейчас на слайде структура партнерств CMB, и вот это то, что я хотел рассказать, это пассивная инвестиция, неактивная. Вам не нужно создавать свое новое коммерческое предприятие, там, заправку или ресторан и создавать 10 рабочих мест. И держать их 10 рабочих мест на полной ставке 2 года, пока у вас условная грин-карта. Значит, что у нас происходит? Мы после того, как отобрали какой-то качественный проект, который отвечает требованиям инвестора MIB5, мы образовываем партнерство. Компания CMB образовывает партнерство. Цель этого партнерства – предоставить кредит на строительство определенного объекта деньгами инвестора MIB5. И вот синенькая – это генеральный партнер, это компания CMB. И слева, вы видите, пришли несколько инвесторов. На самом деле их может быть разное количество. У нас есть и по 20, по 30, по 50, по 100 инвесторов в одном проекте. В одном проекте у нас, в котором набирали в 2015 году, было 900 инвесторов. То есть мы подняли 450 миллионов долларов на строительство, реконструкцию гостиницы и строительство двух многоэтажных домов. И эти инвесторы, они вносят в партнерство по 900 тысяч долларов. То есть если там 50 инвесторов, значит, кредиты B5 составляют… Сейчас трудно считать, потому что по 900 тысяч. Они получили 45. Но 45 миллионов. Да, немного легче. Это 45 миллионов. Да, эти 45 миллионов предоставляются застройщику, который одновременно, практически всегда является и девелопером, застройщиком и заемщиком в партнерстве. Заключается между партнерством и застройщиком кредитный договор, который у нас длится 6 лет. И по условиям этого кредитного договора застройщик должен вернуть эти деньги в полном объеме через 6 лет. У нас есть опция, если деньги накопились для возврата долга B5 раньше назначенного срока, у застройщика есть возможность эти деньги вернуть раньше 6 лет. То есть этот период возможного возврата инвестиций составляет от 3,5 лет. То есть там 3,5 лет, 42 месяца прошло. Если у застройщика есть возможность вернуть эти деньги ранее назначенного срока, он это может сделать. Опции пленения кредита у нас нет по договору кредита. Скажите, еще один момент. Я просто смотрю эту схему, опять тоже меня она немножко смущает. Вы кредитуете вот этого заемщика, которому нужны для строительства деньги. Он им вас возвращает. Вот там даже есть замечательная стрелочка. И совершенно нет стрелочки. А где же инвестор-то несчастный бедолага получит в итоге денежку? Через 5 или 7 лет. Значит, когда деньги возвращаются в партнерство, то происходит голосование среди ограниченных партнеров. То есть это limited partnership. И инвесторы называются limited partners. За выход из партнерства и возврат инвестиций. То есть, ну, я, наверное, подумаю, как это отобразить стрелочками в этой схеме. Но как только деньги поступают назад в партнерство, мы проводим голосование. И нам нужно набрать по крайней мере 50% голосов от ограниченных партнеров, от инвесторов, чтобы начать процесс возврата инвестиций путем перевода денежных средств на счета инвесторов. Простите, дурацкий вопрос. Если есть некое голосование, то есть получу я деньги или нет, зависит от мнения каких-то абстрактных людей, которые могут и не захотеть мне вернуть деньги? Ну, теоретически, да. Но, в общем-то, всем понятно, что деньги мы хотим получить все обратно. И поскольку процент в EB-5 предлагаемый вообще, и у нас он небольшой годовой, у нас составляет 0,8% годовых, то есть про прибыль какую-то серьезную мы в условиях EB-5 не говорим. Это не является целью инвесторов EB-5. EB-5 делают люди для того, чтобы получить грин-карту и чтобы вернуть свои деньги обратно после этого. Ну, не потерять, да, скажем так. Окей. Давайте сейчас посмотрим на вопрос нашей зрительницы. Есть ли проекты для инвестиций в Калифорнии? И вообще, где можно получить перечень таких проектов? Перечень, он каким-то образом существует? Или чуть позже, когда вы уже будете про конкретный проект говорить, может быть, на его примере что-то расскажете? Я думаю, что просто, ну, такого нету общего, потому что, как вы видите, очень много региональных центров, из которых нужно отобрать те, которые имеют, как бы, опыт возврата инвестиций. Вот Варя держит ручку, что-то хочу сказать, по-моему. Да. На самом деле количество проектов по программе EB-5, их достаточно много. Они отличаются по, там, своей структуре финансирования, истории региональных центров и прочее. Как такового определенного рейтинга региональных центров и проектов нету. То есть нужно по отдельности смотреть региональные центры, их историю и те проекты, которые у них доступны для инвестирования сейчас. В нашей компании мы как раз занимаемся программой EB-5 и предлагаем ряд проектов, интересующихся программой с подробной информацией о каждом проекте и региональном центре непосредственно. И вот, например, у каждого регионального центра вот в определенный момент времени может быть один-два проекта доступных для инвестирования. И здесь, опять же, не только важно расположение проекта, потому что для вас нету разницы, где находится проект. Проект может находиться в одном стаде, а проектов может быть в другом. То есть это не принципиально. Соответственно, то, на что важно обращать внимание, это как раз на ту историю работы, статистику регионального центра, который является оператором данного проекта, оператором участия программы EB-5 по данному проекту. И здесь же вот как раз, возвращаясь к словам, то, что сказал Виталий, очень важно смотреть статистику оформленных документов и статистику отрабатывающих средств. Да, но это, конечно, еще не все. А, да. Да, Виталий, я как раз хотел, да, ну, просто уже продолжение. Мы как раз подошли к самому интересному, по-моему, того, а как вы выбираете эти проекты? Ну, вы же как раз с ними работаете, да, и я как раз хотел на это обратить внимание, тем более, что и про это у нас тоже волшебный слайд есть. Да, в общем, ну, как это все происходит? Приходит к нам застройщик и, зная наши возможности по привлечению денег инвесторов EB-5, он говорит, что вот у меня есть проект, я хочу построить гостиницу или я хочу построить жилое здание или офисное здание. У меня будут источники финансирования свои собственные, я собираюсь получить основной кредит из банка. И вы могли бы для меня привлечь определенную сумму инвестиционных средств от инвесторов EB-5. Мы смотрим на эти, если можно вернуться к слайду. Да, давайте, конечно. Мы смотрим на эти предложения и, значит, у нас есть определенные критерии для выбора этих проектов. Значит, прежде всего мы выбираем проекты в сфере недвижимости, которые отвечают целям инвесторов EB-5. Как я сказал, цели две. Это создание 10 рабочих мест и возврат инвестиций. То есть вы вообще найдете основные предложения в EB-5 и от других региональных центров в основном в сфере недвижимости, потому что проекты в сфере недвижимости создают, строительство создает очень много рабочих мест. И для инвестора, для успешного получения постоянной грин-карты, очень важно, чтобы эти рабочие места были созданы. У нас они создаются в процессе строительства. И второй очень важный момент – это способность заемщика вернуть долги EB-5, то есть накопить средства с функционирования проекта. Вот я буду рассказывать про проекты по строительству логистических центров в штате Детройт. И аккумулируются, накапливаются эти средства для возврата инвестиций через прибыль, получаемую с продажи таких логистических центров или с аренды. Если же у застройщика нету… Если можно вернуться на… Да-да, конечно. Если у застройщика есть дефицит таких средств, то, конечно, он может и ревинансировать долг, и привлечь свои собственные активы. Для нас самое важное, чтобы застройщик имел возможность вернуть кредит в полном объеме. Мы смотрим на опыт застройщика. То есть такая компания, как Hillwood, с которой мы работаем по проекту группы 75, про которую я буду говорить, была создана в 88-м году. Это компания, специализирующаяся на логистике и на жилой недвижимости. То есть вот такого плана опыт и застройка миллионов квадратных метров недвижимости – это то, что мы хотим видеть в наших проектах. Виталий, реально, сколько предложений к вам в региональный центр поступает и сколько из них вы одобряете? Потому что, ну, Варвара сказала, и известно, что у регионального центра не может быть много проектов. Там 10-15 – это немыслимо. Конечно, есть, в общем-то, какой-то лимит, потому что есть лимит выдачи гринкарт на год. То есть нет смысла предлагать 10 проектов в список. То есть у нас в какой-то, в каждый момент времени есть или один, или два, или три проекта, которые открыты для инвестиционной подписки. А много раз к вам обращается? Потому что каждую неделю, каждый месяц там что-то новое всерьез рассматриваете? Каждый год? Ну, я представляю команду, которая работает с инвесторами. У нас есть другая команда проектная, которая у нас работает непосредственно с застройщиками. Вот. И вот на слайде там есть упоминание о том, что только один из десяти проектных предложений одобряется CMB как качественный проект. То есть это та статистика живая, которую я знаю от нашей проектной команды. Обращается к нам очень много людей. И были такие случаи, когда мы отклоняли какой-то проект, и он потом появлялся у другого регионального центра. То есть застройщик пришел в другой региональный центр, и, значит, тот региональный центр посчитал, что это подойдет. Ну, в общем-то, мы считаем себя очень консервативной командой, очень консервативной компанией. И один из самых главных критериев для понимания и выбора регионального центра – это вот все критерии, которые там перечислены на слайде, это хорошо. Но нужно понимать, чьи интересы представляет региональный центр. Потому что бывают моменты, бывают такие сценарии, когда сам застройщик, он очень крупный, и он решает создать свой собственный региональный центр с тем, чтобы… Ну, деньги EB5 – это более, скажем так, дешевые деньги, чем банковский кредит. Поэтому, в общем-то, и застройщики обращаются, и вся эта индустрия обращается к EB5, как визовой категории для того, чтобы получить, привлечь инвестиции от инвесторов EB5, которые хотят получить грин-карту. Окей, давайте перейдем тогда, может, к конкретному проекту, потому что иначе, боюсь, что мы даже в два часа не уложимся, хотя хотели уложиться в полтора, но мы будем продолжать, потому что еще много чего интересного не обсуждено. По вот вашему проекту. Да, я хотел просто завершить свою мысль, то, что наш региональный центр, мы представляем интересы инвесторов, мы не являемся частью девелоперов, наоборот, девелоперы к нам приходят, и мы отбираем проекты, которые, по нашему мнению, будут успешны для инвесторов. Но давайте поговорим про группу 75. Каждый наш проект имеет порядковый номер, мы уже добрались до цифры 75, и он представляет собой строительство трех логистических центров в штате Мичиган, Детройт. Если можно, следующий слайд. Застройщик компании Hillwood – это очень крупная компания, одна из десяти самых крупных компаний-застройщиков США. Этот проект у нас открылся недавно, пару недель назад, и в нем находится 29 инвесторских мест. То есть мы заключили договор с Hillwood, что мы привлечем 26 миллионов 100 тысяч долларов США в строительство вот этих трех логистических центров. Вот это так выглядит логистический центр. То есть, другими словами, это большой нафаршеванный склад для того, чтобы такие крупные компании, как Amazon, получали товары, ну, как бы оптовые товары, и потом их развозили, дистрибьютировали уже по заказчикам. То есть это такие логистические центры, которые обслуживают онлайн-торговлю. Это крупная компания. Вы видите, что они построили очень много уже объектов. И самое основное, что я хотел бы сказать, что опыт сотрудничества CMB и Hillwood составляет уже 30 проектов. То есть для индустрии EB5 это очень большое и впечатляющее достижение. То есть есть региональные центры, у которых есть один проект или там три проекта или 10 проектов. У нас только с одним застройщиком, с Hillwood, уже 30 проектов. Из них 25 партнерств. Я буду... Почему... В чем отличие проекта и партнерства? То есть партнерство – это группа 75. В этом партнерстве есть три проекта, которые... Три объекта, которые строятся в рамках этого партнерства. То есть я буду говорить лучше партнерства. 30 партнерств уже мы сделали с Hillwood. Из них 25 партнерств получили одобрение первой петиции. 5 партнерств получили одобрение второй петиции. И 14 партнерств получили возврат инвестиций. Вы видите, что количество партнерств, которые получили возврат инвестиций и количество партнерств, которые получили одобрение второй петиции, 14 с возвратом и 5 с второй петиции. То есть Hillwood... Hillwood возвратил деньги в те партнерства, в которых инвесторы еще ждут одобрения 829 петиции. Это показывает высококлассный уровень компании Hillwood. Я хочу просто обратить внимание. Безусловно, зрители просят... Не знаю, почему не видно слайды. Вроде как они должны быть видны всем. Но в любом случае вы, поверх, можете связаться с Варварой или с компанией Second Wind. И в любом случае вся информация более подробная, чем мы сегодня, конечно, сможем обсудить. Наверняка будет доступна. Но давайте несколько минут все-таки... Виталий, расскажите еще немного об этом проекте. Я хочу сказать, что мы с компанией Second Wind работаем уже несколько лет. И я считаю, что компания Second Wind по уровню профессионализма в России – это номер один. И Варвара – очень высококлассный специалист. Она предоставит все нужные документы и информацию для того, чтобы вы изучили этот проект более детально. В данных наших условиях, когда коронавирус, когда пандемия, выбор проекта, то есть в какую сферу недвижимости лучше вкладываться – это очень критично. Потому что если, допустим, вы видите, что из-за коронавируса закрываются гостиницы и не работают, туристический бизнес... То есть вы видите, что выбирать проекты нужно очень осторожно. Онлайн-торговля в США находится на подъеме. Именно потому что люди сейчас делают очень много покупок через онлайн в США. И этот сегмент недвижимости вообще был, так сказать, горячим на протяжении 10 лет еще до пандемии. И пандемия, в принципе, не то чтобы негативно не повлияла на эту сферу недвижимости, логистику, она, в принципе, еще и прибавила, так сказать, уверенности в том, что это хороший сегмент. Я так понимаю, что Джефф Бессос, по-моему, он первый у нас триллиардер из Амазона вообще в мире. Ну, смотрите, давайте так. Я просто понимаю, что слайды весьма и весьма подробно. Они так активно довольно рассказывают. И вы здесь можете предоставить даже еще дополнительную информацию. Но, дорогие друзья, я думаю, что мы, во-первых, в любом случае рассылку будем делать. Но буквально несколько минут, буквально минуту-другую, краткое понимание того все-таки, что такое складские проекты, я думаю, более-менее понятны, и почему они интересны. Может быть, основные моменты, вот как раз, например, то, что вы говорите, район квалифицируется как ТЭА, промышленный район Большого Детройта. Несколько слов об этом. Можно? Да, то есть эти проекты располагаются около аэропорта международного города Детройт. И Детройт и штат Мичиган – это такой транспортный хаб, который соединен с другими районами, регионами США, как Восточные побережья, Средний Запад, Южная США и Канада тоже самое. То есть это такое вот пересечение, и строительство этих логистических центров имеет очень большой смысл для того, чтобы эти три объекта, они пользовались спросом и были бы арендованы или куплены сразу же по окончанию строительства. Про ТЭА был конкретный вопрос. Да, вот когда вы изучаете партнерские документы, которые мы вам предоставляем через компанию Second Wind, там есть письмо от администрации конкретного штата Мичиган о том, что этот район, где строят объекты, он квалифицируется как зона повышенной безработицы. То есть это подтверждение официальное, которое дает руководство штата, оно должно быть частью партнерских документов в любом проекте, который вы рассматриваете. И эти письма, они имеют срок давности, то есть эти письма выдаются на один год, то есть их каждый год нужно обновлять. Коллеги, давайте поступим к следующему образом. У нас просто еще есть несколько вопросов, которые мы обязательно должны обсудить. Первый, который хотелось бы обсудить, это все-таки риски. А мы доверяем региональному центру, так или иначе, но всегда есть некоторые возможности, что что-то пойдет не так в проекте. Да, Варвара, пожалуйста. Да, на самом деле здесь стоит отметить, что участие в программе IB5, оно подразумевает в себе два процесса и, соответственно, два возможных варианта развития событий с точки зрения документов и инвестиций. У нас есть инвестиционный процесс, есть инвестиционный процесс. И вот я думаю, как раз Чарльз очень хорошо может рассказать о том, что у нас происходит с документами, например, если с проектом что-то произошло и все пошло не совсем по плану. А вот Виталий как раз может рассказать, о чем будет происходить с деньгами, если с проектом что-то пошло не так. Чарльз, о рисках, пожалуйста. Да, в наших... Спасибо. Ну, опять, да, как Ваваров сказал, это два абсолютно разных процесса. То есть идет иммиграционный процесс, и местами он пересекается с процессом по вложению, с инвестиционным процессом. Иногда они расходятся. Поэтому, что будет, ну, какова будет ситуация для инвестора, в случае чего. То есть, не дай бог, на нашем опыте не было неуспешного проекта, но, допустим, если будут какие-то проблемы, да, недостраивается объект, или вообще они прекратили строительство и так далее, что будет с вашей иммиграционной петицией? Это зависит от того, в какой момент это все происходит. То есть, если это происходит, допустим, после того, как вы получили временную грин-карту, это менее смертельно. И в таком случае, больше всего, вот ваша дальнейшая иммиграционная судьба зависит от того, сколько рабочих мест было создано на тот момент, когда как бы все развалилось, скажем так, в кавычках, и так далее. А если это, допустим, если проект испытывает определенные сложности уже достаточно рано, да, то есть вы вложили деньги, подали петицию, а через полгода, не дай бог, что-нибудь, что-то случилось с проектом, и они даже ничего не строят, ничего не вкладывают и так далее. Да, в таком случае, да, скорее всего, вам откажут в временной грин-карте. Вот как раз хотел бы уточнить, но вот смотрите, мы же до этого говорили о том, что мы говорим о пассивном инвестировании. То есть, по большому счету, вот ты вложил и в каком-то смысле забыл. Ну, просто помолись и жди, либо получится, либо не получится. И вот это как раз та история, которая заставляет прислушаться еще раз по словам Варвары, а потом Виталия о важности выбора партнера. То есть, как бы, ты можешь все сделать по правилам, вложиться, но вот этот региональный центр может оказаться слабеньким. Да. И все, и действительно есть риск, что, ну, ничего, все. И деньги потерял, и грин-карту не получил. Ну, в худшем случае, да. Да, в худшем случае, да. Поэтому выбор проекта, выбор партнера, да, очень важен. И, как вы правильно сказали, да, то есть, ну, да, что могу добавить. Обрат, мы описываем самый плохой сценарий, я, конечно, мы с этим не сталкивались, но, да. Виталий, вы что-то хотели добавить? Да, я хотел сказать, что, в общем-то, самое плохое, что может случиться с инвестором в EB5, это отказ по второй петиции, когда условность не снимается, а человек получает отказ по петиции, и его условная грин-карта не становится постоянной. Он должен уехать из США, уже прожив в США несколько лет, как владелец грин-карты. То есть, это такой случай, когда, вот, это самый пиковый случай в иммиграционном процессе EB5. Что нужно сделать, чтобы этого не случилось? Ответственность по подаче 829-й петиции полностью несет региональный центр. То есть, если на стадии первой петиции есть ответственность и инвестора, и иммиграционного адвоката, потому что иммиграционный адвокат собирает документацию по источникам инвестирования, и региональный центр за это не несет ответственности, он несет ответственность за бизнес-план, который предоставляется инвестору, бизнес-план инвестиций инвестора, то на стадии 829-й петиции региональный центр должен показать иммиграционной службе, что конкретный инвестор, он, первое, находился в рисковом инвестиционном проекте, второе, что он создал 10 рабочих мест. То есть, если получается отказ по этой петиции, это вина регионального центра. И для меня так, если региональный центр виноват, ну, извините, я так как инвестор, что могу в этом случае? Мы подходим к основному вопросу, что нужно и что может инвестор вообще сделать в условиях рисковой инвестиции, когда ему с самого начала говорят, что инвестиция не будет гарантии возврата инвестиционных средств. Это условие самой программы, и вы можете получить отказ по грин-карте, потому что ваши документы по сбору, по доказательству средств, источников инвестирования тоже могут не пройти. Значит, на стадии изучения и партнерских документов, и выбора проектов нужно задавать много и правильные вопросы, то есть смотреть на сам проект, требовать, чтобы были предоставлены такие материалы, как маркетинговый анализ, доказательства успешности регионального центра. Допустим, у нас вот есть аудит, который у нас проводится ежегодно, аудиторской компании американской, и такие доказательства успешности нужно требовать у любого регионального центра. Значит, если человек получает отказ по грин-карте по 829-й петиции, по второй, но это не значит, что деньги ему не вернутся. Если проект успешный, но он не создал 10 рабочих мест по какому-то поводу, то как только деньги получаются, возвращаются в партнерство, значит, инвестор получит свои деньги. Но у нас, по нашей статистике, наши бизнес-планы, которые мы предоставляли, для 526-й петиции, 829-й петиции никогда не получали отказу на стопроцентную одобряемость. Окей, давайте тогда, на самом деле, большую часть вопросов обсудили, но не обсудили, пожалуй, один такой набор вопросов, который обсудить очень важно, особенно в текущих ситуациях. Варвара, давайте, на самом деле, ну, может быть, даже не с вас начнем, а вам предоставим уже такое финальное подытоживающее слово. Все-таки сейчас мы живем в очень непростое время, и, Виталий, у меня тоже будет один специфический вопрос, вы к нему подготовьтесь. А вопрос знаете, какой будет? Вот говорят, что есть проекты, где высокая безработица, где невысокая безработица, так, как скажут язвительные россияне, так в Соединенных Штатах везде сейчас будет высокая безработица. Значит, что все объекты станут вот такими. В общем, вы подготовьтесь к этому вопросу. Чарльз, а пока спрошу вас. Мы много чего слышали последние месяцы из уст вашего президента. Человек неординарный, человек с большой буквы «Ч». И, в частности, проходила информация о том, что перспективы, что закрывают для мигрантов какие-то вот такие плохие слухи, что вообще президент во главе государства мощнейшего, враг мигрантов и так далее. Как это все сказывается на текущей ситуации и на рисках, что визу EB-5, она не то, что будет прикрыта, но все будет сильно осложнено, просто чисто по бюрократическим причинам, потому что время такое, президент такой. Ну да, я никто не будет спорить с вами насчет вашей характеристикой нашего президента. Я разделяю ваши чувства. Ну, это просто надо… там очень много шума, да, и просто надо понимать или знать, на что обращать внимание и что можно пропускать там мимо ушей, потому что это просто очередной бред, скажем так. Что касается EB-5, то есть, наверное, многие знают, что недавно, в прошлом месяце, да, был… вышел указ президента о предостановлении иммиграции, но, опять же, там было больше шума, чем какие-нибудь существенные изменения к законодательству, что я бы сказал. То есть, в принципе, вот тот указ касался небольшого сегмента потенциальных иммигрантов и даже было специальное положение, которое исключало из-под этого указа программу EB-5. Поэтому Трамп сам, его зять, по-моему, там сам строил какие-то определенные проекты с деньгами инвесторов EB-5 и так далее. То есть, программа для Трампа и его семьи достаточно знакомая и известная. Поэтому я не думаю, что они будут там ее закрывать и так далее. Абсолютно нет. И даже если будут какие-то, опять же, перед выборами, вполне возможно, будут подобные номера Трампа, что мы закрываемся от иммигрантов и так далее. Но я, конечно, никто не может сказать на 100%, но я достаточно уверен, что это не коснется программы EB-5, потому что они понимают, тем более в условиях повышенной безработицы, это деньги для экономики, это новые рабочие места и так далее. То есть, я не думаю, что они будут... То есть, вот сейчас на данном этапе ничего не изменилось. То есть, ситуация как сейчас, так, условно говоря, в феврале, все работает по тем же принципам, только с некой задержкой временной, может быть, ну, просто по рассмотрению документов. Даже по рассмотрению, я бы сказал, коронавирус особо не сказывается. То есть, иммиграционные службы, те офисы, которые не встречаются с людьми, то есть, не общаются напрямую с публикой, они работают, насколько я знаю, в полном составе. Это просто они позакрывали те офисы, которые где, куда ходят на интервью и так далее. А там, где рассматривают петиции, работают полным ходом. Поэтому, в принципе, никаких негативных последствий мы пока не видели. Виталий, 21 ноября 2019 года сумма, и это было объявлено заранее, необходимых инвестиций с 500 тысяч увеличилась до 900. А некоторое время назад, и такое издание, как «Прианру», не применуло об этом заметить. Прошел где-то слушок, вот кто-то где-то сказал, причем не кто-то где-то, а Bloomberg, которому мы очень доверяем, что в администрации президента США ходят разговоры о возможном снижении цен. Но когда мы об этом написали, к нам сказали, откуда вы это взяли, Bloomberg все наврал, но нам приятно, что наврали они, а не мы. Тем не менее, по поводу цен, что вы скажете? Можно ли реально говорить о каких-то ценовых изменениях, и стоит ли людям в данном случае, ну, как бы, может быть, немножко подождать, вдруг там Америке и меньшие деньги, чем 900 понадобятся? Да, хороший вопрос, спасибо. Но это не Bloomberg наврал. Я помню, что оригинальная история была от другого издания, и ее сразу-сразу все перепечатали, что идею подкинули Трампу, что давайте сделаем 450 тысяч и увеличим до 30 тысяч выдачу грин-карт по EB5. То есть она была сразу опровергнута ведущими сенаторами, и, в общем-то, ну, как бы, это, ну, скажем так, слух, это идея, которая не нашла поддержку и, скорее всего, не найдет в том смысле, что стоимость EB5, скорее всего, ну, я думаю, что точно не будет меньше 900 тысяч долларов. Как Варя говорила в начале вебинара, каждый год подается большее количество петиций в программе EB5, чем программа это может переварить и выдать грин-карт. То есть там образовался определенный бэклог, то есть очередь из нескольких стран, да и, в общем-то, сроки рассмотрения 526-х, 829-х петиций увеличились. Сейчас они составляют 2-3, может быть, даже и 4 года. Вот раньше этого не было, раньше петиции рассматривались там в течение 6 месяцев, одного года, и все было довольно быстро. И тогда, Виталий, тот вопрос, который я вам задал, которому велел подготовиться, все-таки вот текущие изменения в экономике, когда, опять же, есть дикие страшилки, и на самом деле вот никто не знает, насколько это страшилки совсем уж неправда. То, что вот вы сказали, проблемы серьезной туристической индустрии и, соответственно, определенных объектов с ней связанных. Не совсем понятная ситуация в совершенно огромной неоднородной Америке, в одном или в другом регионе. Может ли измениться что-то здесь, и как в данном случае вести себя инвестором? То есть, если я вижу, что какой-то региональный центр предлагает инвестицию в гостиницу, все как бы забыть об этом или не совсем так? В общем, я думаю, что лучше всего рассматривать каждый проект на микроуровне, то есть на уровне локальной экономики. Конечно, есть какие-то общенациональные тренды, но есть большая разница, если вы вкладываетесь в гостиницу во Флориде или вы вкладываетесь в гостиницу в Нью-Йорке или где-то на Среднем Западе. Для каждого из этих регионов есть свои показатели, насколько нужен проект в данном конкретном регионе. То есть именно так. И нужно задавать такие вопросы, как, допустим, когда открылась инвестиционная подписка на данный проект, сколько она времени уже тянется, будет ли у застройщика возможность вообще набрать нужное количество инвесторов и инвестиционных денег. То есть эту всю информацию региональный центр должен давать. И если получается так, что проект открыт для инвестиционной подписки уже год или два или три, нужно спрашивать, почему вы не можете набрать этих средств, что случилось. И сейчас для каждого проекта нужно спрашивать такое, что если будет недостаток финансирования, за счет чего застройщик будет покрывать этот дефицит. Какие варианты ответа здесь можно зачесть, что называется? Я могу сказать про наш проект группа 75. То есть мы с Хилвудом имеем договоренность практически по каждому проекту. Мало того, что у нас есть гарантия завершения строительства от застройщика. Хилвуд в результате, если будет определенный дефицит средств V5, если мы не сможем набрать, то Хилвуд покроет этот дефицит своими собственными активами. Это ребята с большими, так сказать, карманами. Это громадная компания с возможностью перекрыть дефицит. Но у нас в компании CMB не было таких случаев, когда мы не могли набрать полностью проект. У нас наоборот, каждый раз практически образуется эффект горлышка бутылки, когда на оставшиеся несколько мест в конкретном проекте есть желающие, которые хотят это место получить. Окей. Варвара, ну и тогда вам завершать. На самом деле вопрос-то очень понятный. Мы так все хорошо поговорили, объяснили о процессе. А что делать все-таки людям, которые сейчас находятся по эту сторону океана, по нашу с вами, не там, где Виталий с Чарльзом? Как им начать работать? Какие шаги должны быть первые? Особенно сейчас опять в ситуации некой неопределенности, в том числе и работы официальных структур. Что делать? С чего начинать? Спасибо, Филипп, вопрос непосредственно. Хотелось бы также добавить, что, ну, как я предполагала, по времени достаточно сильно растянулся вебинар. Информации по программе очень много. Она, скажем так, ее невозможно вместить в один час, в два часа. И если там взять всех наших спикеров и дать нам говорить, мы можем 5-6 часов без остановки рассказывать о том, что такая программа IB5, на какие моменты обращать внимание, непосредственно. И сейчас, вот в настоящее время, когда, ну, у нас чуть больше, наверное, свободного времени, чем обычно, как раз отличная возможность заняться, скажем так, теоретической частью непосредственно по тому, как работает программа IB5. Когда к нам обращаются инвесторы, мы начинаем обычно с общей информации о том, что такое программа, какие варианты еще есть. И в дальнейшем постепенно покрываем те вопросы, которые возникают у инвестора до того момента, когда он уже, как бы, становится готовым решением для участия в программе IB5. То есть можно прямо сейчас писать нам, просить проекты непосредственно, просить консультации. Мы проводим консультации, и дальше уже в зависимости от индивидуальной ситуации инвестора, либо работаем с инвестором и адвокатом, либо переключаемся на региональные центры. Региональные центры представляют по каждому проекту подробную информацию. То есть не то, что вы показали картинку, вы перечисляете денежные средства. В коем случае вы получаете подробную инвестицию вашего участия в проекте, непосредственно маркетинговый анализ проекта, в который вы инвестируете денежные средства и огромное количество дополнительной информации. Ее много. Мы вот поэтапно помогаем разобраться со всеми вопросами, которые возникают по ходу. И вот, как я уже сказала, сейчас отличное время заняться теоретической частью. Если вы готовы инвестировать сейчас, то никаких сложностей с этим нет. Можно начинать с подписания договора с адвокатом, собирать документы по вашему устойчивому точнику денежных средств. В это время выбираем спокойно проект, и через 2-3 месяца вы готовы к инвестиции и подачи 526-й инвестиции. Отлично. Дорогие друзья, ну, час 47, бьем все рекорды с этого года. У нас, конечно, бывают вебинары, марафоны, но все-таки там мы общаемся по одной стране, по другой, а тут даже не по стране, а по маленькому-маленькому кусочку. Дорогие друзья, Варвара Латынцева, коммерческий директор компании Second Win. Пожалуйста, контакты есть, обращайтесь. Мне кажется, что вопросов может быть еще много-много-много-много, но в ближайшее время мы несколько материалов о EB5 напишем, и я думаю, что информация будет очень-очень полезной. Все равно обо всем не расскажем, но кому что надо знать. Пожалуйста. Виталий Модло, директор по работе с инвесторами регионального центра CMB. Виталий, который не успел показать нам все кадры. Я вижу, как вы много хотели рассказать про эти замечательные склады, но о складской недвижимости говорят очень-очень хорошо. В общем, будем надеяться, что действительно история... В общем, все идет к тому, что действительно за складами будущее. Я уж не знаю, насколько мы там будем жить, но пользоваться ими будем значительно. Я думаю, что это не самые гламурные проекты, но сейчас нужно выбирать самые безопасные. Да, я думаю, ну, я даже не знаю. Кстати, просто короткий момент. А есть проекты, ты где-то инвестируешь в жилой дом, так что ты там сам еще жил? Ну, или такого не бывает? Ну, практически не бывает. Вот в региональных центрах. У нас есть такие проекты. У нас есть проект по жилой недвижимости в Сан-Антонио, в Техасе. Там осталось пять мест, но это недвижимость для аренды. То есть город Сан-Антонио растет очень быстро, и туда приезжает очень много молодых людей, которые начинают работать, снимают жилье на первых порах. У нас был прекрасный проект возле Сан-Франциско. Это один из самых дорогих городов США. На другой стороне залива есть город Аламейда. И от этого города до даунтауна Сан-Франциско, там 20 минут езды через мост. И когда мы набирали инвесторов EB5 туда в прошлом году, несколько инвесторов, в том числе и из России, изъявили желание посмотреть, может быть, они приобретут жилье в этом проекте, ну, независимо от недвижимости EB5. Я должен сказать, что инвестиция в EB5, покупка квартиры, это не рисковая инвестиция. Она, к сожалению, не будет квалифицироваться как инвестиция EB5. Это должна быть рисковая инвестиция, создание рабочих мест. Окей, кстати, раз уж мы заговорили, давайте я тоже блесну знаниями. Вы сказали про Сан-Антонио. Там есть команда баскетбольная Сан-Антонио Спёрс, ее тренирует Грег Попович. Видите, как много я знаю про Америку и про программу EB5. Ну, и, соответственно, представляю еще раз Чарльза Рейтера, иммиграционного адвоката США, основателя компании, управляющего партнера M-Log Group. Ну, попросили контакты, я думаю, что Варвара там сможете предоставить. Пожалуйста, обращайтесь. У нас просто под рукой их сейчас нет. Спрашивайте у Варвары. Варвара, безусловно, на все вопросы и все контакты вам предоставит, и всю информацию тоже зашлет. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Час пятьдесят отпахали по-американски. До скорой встречи. Завтра будет очередной вебинар при Ан-Ру, но будем говорить уже не о США, а о Мальте. Филипп Березин, при Ан-Ру, недвижимость за рубежом. Друзья, спасибо за участие и до скорых встреч. Спасибо.